Вы слушаете Радио России Ульяновск. Здравствуйте! Сегодня вторник, 16 июня. В эфире утренняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня в выпуске. Будет продолжена тема технического оснащения служб, занимающихся охраной лесов от пожаров, новым современным оборудованием. Буквально на днях специализированные подразделения по охране лесов от пожаров нашей области получили в свое распоряжение 2 грузопассажирских полноприводных автомобиля, 2 квадроцикла, 3 малых лесопатрульных комплекса и 19 беспилотных летательных аппаратов. Изготовление фальшивых денег по-прежнему остается весьма распространенным преступлением. О том, как следует поступать при обнаружении вызывающих подозрения купюр, нам расскажет начальник отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Ульяновской области Руслан Шамасов. Необходимость в подаче заявления для получения государственных услуг Росреестра по регистрации прав на недвижимое имущество возникает у многих наших сограждан. Но далеко не все знают, как правильно это заявление подать. Сегодня на вопросы по этой теме нам ответит заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Ульяновской области Елена Куренева. Может ли музей внести свою лепту в борьбу с распространением наркозависимости и в приобщении молодежи к здоровому образу жизни? О том, какое решение нашли сотрудники Ульяновского областного краеведческого музея для того, чтобы активно включиться в деятельность по профилактике наркозависимости, узнаем от заведующей передвижными выставками Ульяновского областного краеведческого музея Светланы Никифоровой. Попытаться оградить себя от излишней агрессивной информации и больше внимания уделять своим близким. Такой совет сегодня вы услышите от заведующей отделением Ульяновского областного центра помощи семье и детям семья Татьяны Туровской. Недавно в программе «Будни» в эфире радио государственной телерадио компании «Волга» прозвучал репортаж об оснащении новым современным оборудованием специализированных служб, защищающих от пожаров наши леса. В том репортаже было отмечено, что эта работа особенно активизировалась в нашем регионе в последние несколько лет. Сегодня мы вновь возвращаемся к этой теме, поскольку вскоре после того, как этот репортаж прозвучал в нашем радиоэфире, пришло подряд несколько сообщений о новом поступлении в регион противопожарной техники. В частности, в Центр по обеспечению пожарной безопасности Ульяновской области поступили два грузопассажирских полноприводных автомобиля. Данная техника используется для доставки в труднодоступные места бойцов пожарных служб и оборудования для тушения лесных пожаров. Кроме того, автопарк лесной противопожарной службы пополнили два квадроцикла и три малых лесопатрульных комплекса. Буквально два дня спустя средства массовой информации были оповещены о том, что в Центр по обеспечению пожарной безопасности Ульяновской области поступили 19 беспилотных летательных аппаратов, которые будут использоваться для оперативного обнаружения лесных пожаров и незаконной вырубки леса. Вся эта техника приобретена благодаря участию Ульяновской области в программе «Сохранение лесов», которая является составной частью национального проекта «Экология». Работы по закупке нового оборудования будут продолжены. В настоящее время уточняется перечень техники, которая будет приобретаться для нужд противопожарных служб в 2021 году. Деньги как средство оплаты товаров и услуг человечество изобрело очень давно. И, вероятно, одновременно с появлением в обращении денег появились и преступники, изготавливающие фальшивые деньги. Во все времена и во всех странах этот вид преступлений карался очень строго. Однако подделывать деньги не перестали и по сей день. О том, чем опасно для общества и государства распространение фальшивых денег и чем затруднено пресечение таких преступлений, а также о том, как следует поступать, если вам встретилась денежная купюра, вызывающая подозрения, сегодня в нашей программе мы говорим с начальником отделения Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Ульяновской области Русланом Шамасовым. Добрый день, уважаемые слушатели. Фальшивомонечество имеет повышенную общественную опасность, в том числе связанную с посягательством на экономическую систему государства и подрывом доверия со стороны субъектов финансово-хозяйственной деятельности и влечет за собой уголовную ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы. Основная масса фальшивых денег, преимущество номиналом 5000 рублей, обнаруживается в банковских учреждениях при инкассации с торговых объектов, расположенных на территории Ульяновской области, что значительно затрудняет поиск лиц, совершивших их избыт. Одной из основных причин, не позволяющие своевременно задержать либо установить лицо сбывшее фальшивку, является отсутствие на объектах торговли, непосредственно в месте приема купюр, современных аппаратах по проверке подлинности банкнот, отсутствием видеонаблюдения с режимом записи, ненадлежащим обучению персонала, разграничению признаков подлинности купюр и несоблюдением работниками в уже указанных торговых объектах, где обнаруживаются фальшивые денежные знаки, профилактических мер, в том числе предлагаемых сотрудниками ОВД. В связи с этим, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД России по Ульяновской области на постоянной основе проводятся профилактические беседы с представителями службы безопасности и иными должностными лицами крупных торговых сетей, магазинов, АЗС и рынков, расположенных на территории города Ульяновска и Ульяновской области, для обсуждения вопросов, связанных с профилактикой фальшивомонечества. Также на торговых объектах силами сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ульяновской области и участковых уполномоченных полиций распространяются наглядные агитации и списки поддельных денежных купюр, которые обязательно для использования при расчете с клиентами. Итак, как же поступать, допустим, работникам торговли, которые обнаруживают, что покупатель расплачивается с ними фальшивой купюрой? Для работников торговли разработан определенный алгоритм, так называемая памятка, в которой указан алгоритм действий. Если работник торговли обнаружил сомнительную купюру, то ни в коем случае не возвращать такую банкноту покупателю, не отказываться от приема купюры, но постараться осрочить осуществление купли-продажи или оказания услуг под благовидным предлогом, например, отсутствие сдачи, либо необходимость размены. В зависимости от остановки необходимо незамедлительно сообщить в полицию, службу охраны, или по возможности постараться задержать сбытчик с помощью присутствующих покупателей, либо торгового персонала. А если нет возможности задержать сбытчика фальшивой купюрой? При отсутствии возможности физически задержать сбытчика в кратчайшее время необходимо сообщить о случившемся в полицию, детально запомнить приметы сбытчика и все обстоятельства происшедшего, запомнить марку и регистрационный номер автотранспорта, который используется сбытчиком, либо его сообщником. Также кассирам при осуществлении сделок купли-продажи необходимо в отдельную тетрадь записывать номера купюры и время ее поступления, а также приметы лица, от которого она поступила. Если работник торговли обнаружил подделку при пересчете выручки, то ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Ваши действия, несмотря на обстоятельства получения вами поддельной купюры, могут быть квалифицированы как фальшивоманичество. Постарайтесь вспомнить все обстоятельства сбыта и обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02-102-112, либо в дежурную часть Управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России Пулионской области по номер 27-38-02. Такова инструкция для работников торговли. А как поступать гражданам при обнаружении у себя вот такой сомнительной денежной купюры? Любой гражданин при обнаружении у себя сомнительной денежной купюры может обратиться в любое банковское учреждение, находящее все рядом с домом, работой, для проверки данного денежного знака на подлинность. Купюры какого номинала чаще всего встречаются в качестве поддельных? В качестве поддельных преимущество фальшивоманичества подается пятитысячным купюрам. На сайте УМВД России Пулионской области в свободном доступе размещен список номеров наиболее часто встречающих фальшивых купюр не только достоинством пяти тысяч рублей, но и двух тысяч, тысячные и пятьсот. Также в последнее время имелись факты расчетов поддельными денежными купюрами при покупке товаров через интернет-сайты. В связи с этим мы рекомендуем производить расчеты при осуществлении сделок купли-продажи в банковских учреждениях через банковские терминалы либо использовать для проверки на подлинность информацию, размещенную на официальном сайте Центрального банка России www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты», позволяющие определить подлинность денежных знаков. И в завершении я, наверное, еще раз напомню нашим радиослушателям телефоны, по которым следует немедленно обращаться в полицию при обнаружении сомнительных купюр. Это 02-102-112, три таких вот простых номера, или непосредственно Управление экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Ульяновской области, телефон 27-38-02. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» – будни. Факты, события, комментарии. Необходимость в подаче заявления для получения государственных услуг Росреестра по регистрации прав на недвижимое имущество возникает у многих наших сограждан. Но далеко не все знают, как правильно это заявление подать. Сегодня на вопросы по этой теме нам ответит заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управление Росреестра по Ульяновской области Елена Куренева. Заявления и документы на государственную регистрацию прав представляются по выбору заявителя в виде бумажного документа, представляемого заявителем при личном обращении, в виде бумажного документа путем его отправки по почте, в электронной форме, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет, посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, или официального сайта, или иных информационных технологий взаимодействия с органом регистрации прав. Один из ключевых этапов в реализации программы по совершенствованию и развитию учетно-регистрационной системы это предоставление возможности подачи документов на регистрацию прав на недвижимость в электронном виде. Поставить объект недвижимости на кадастровый учет и зарегистрировать на него права можно с помощью электронных сервисов Росреестра. Документы на проведение этих процедур можно направить в электронном виде через сервис личный кабинет правообладателя на официальном сайте rosreester.ru. Для входа в личный кабинет понадобится регистрация на портале госуслуг. Здесь есть важная оговорка. Без усиленной квалифицированной электронной подписи не обойтись, поскольку все отправляемые через электронный сервис документы, включая заявление, должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью. Я слышал, что для проведения регистрации по документам в электронном виде необходимо подать дополнительное заявление в Росреестр. О чем это заявление? Да, действительно. 13 августа 2019 года вступил в силу федеральный закон, направленный на защиту недвижимости от его незаконного отчуждения с использованием электронной цифровой подписи собственника недвижимости. Теперь отчуждение недвижимости путем подачи заявления в электронной форме подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью собственника объекта недвижимости будет осуществляться только при наличии в Едином государственном реестре недвижимости специальные записи о возможности такой формы подачи документов. Эта запись может быть внесена только на основании заявления собственника недвижимости или его законного представителя. И подать такое заявление можно через многофункциональный центр или посредством почтового отправления в регистрирующий орган. А необходима ли подача заявления о возможности проведения сделки в электронном виде в том случае, когда документы на сделку подаются через банк, но также в электронном виде? В случае использования информационных технологий взаимодействия кредитной организации и органа регистрации прав, записи возможности проведения регистрации прав на основании документов, подписанных электронной цифровой подписью, не требуется. Поэтому в данном случае подача заявления о возможности проведения сделки с недвижимостью в форме электронных документов не потребуется. Далее необходимо отметить, что в случае отсутствия возможности воспользоваться электронными сервисами, представить заявления и документы на государственную регистрацию прав можно в виде бумажного документа в многофункциональных центрах «Мои документы» МФЦ. На сегодняшний день МФЦ «Мои документы» это разветвленная сеть офисов на всей территории России, которая оказывает большой перечень государственных и муниципальных услуг. В основу работы многофункциональных центров заложен принцип «одного окна», который позволяет заявителям получить государственные услуги в одном месте. От гражданина требуется лишь необходимый комплект документов, заявления и запросы помогут заполнить специалисты. А можно ли подать документы на государственную регистрацию прав в управление Росреестра по Ульяновской области? Управление не осуществляет прием документов на государственную регистрацию. Данные полномочия переданы МФЦ, мои документы. В Ульяновской области предоставление государственных услуг Росреестра осуществляется на базе ОГКУ, Корпорации развития интернет-технологий, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области, МФЦ, мои документы. МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов по основным государственным услугам Росреестра, постановки на кадастровый учет, регистрации прав на недвижимое имущество, единой процедуре кадастрового учета и регистрации прав, предоставлению сведений из ЕГРН. В любом из офисов заявитель вправе подать документы на государственный кадастровый учет, государственную регистрацию права на объект недвижимости, а также единую процедуру, получить документы по результатам указания госуслуг, заказать выписку из единого государственного реестра недвижимости. Обратившись за услугами в МФЦ, можно использовать ряд преимуществ. Офис МФЦ «Мои документы» на территории города Ульяновска находится в каждом районе города. Отделения МФЦ есть и в каждом районе Ульяновской области. Полный перечень адреса и контакты можно посмотреть на официальном сайте МФЦ «Мои документы» mfc.gov.ru. Большое количество окон приема-выдачи документов позволяет сократить ожидания заявителей в очереди. Работают МФЦ «Мои документы» 6 дней в неделю, включая субботу. Есть возможность подать документы по предварительной записи. Для удобства заявителей в офисах МФЦ работают консультанты, которые готовы ответить на возникающие вопросы. Дополнительную информацию по предоставлению услуг в МФЦ можно получить по телефону 37 31 31 или при личном обращении в любой из центров МФЦ «Мои документы» Ульяновской области. Таким образом, при необходимости подать заявление по объекту недвижимости, расположенному в Ульяновской области, необходимо собрать соответствующий пакет документов и обратиться в ближайший офис МФЦ. А если объект недвижимости находится за пределами Ульяновской области, тогда куда следует обращаться? С вступлением в силу 1 января 2017 года Федерального закона номер 218 ФЗ о государственной регистрации недвижимости, Росреестр обеспечивает экстерриториальный принцип оказания услуг. Экстерриториальный принцип подачи документов – это возможность обращаться за регистрацией прав и постановкой на кадастровый учет в пункт приема выдачи документов вне зависимости от места расположения недвижимости. Таким образом, находясь в городе Ульяновске, можно обратиться с заявлением в отношении объекта, расположенного в другом субъекте РФ. На территории Ульяновской области прием заявлений и документов по экстерриториальному принципу осуществляет филиал Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастры и картографии по Ульяновской области. То есть именно кадастровая палата наделена полномочиями по экстерриториальному приему документов на территории Ульяновской области. В случае необходимости подачи заявлений по таким объектам недвижимости, нужно обращаться по адресу город Ульяновск, улица Кольцевая, дом 50, корпус 1, контактный телефон 35 22 87. При экстерриториальном принципе подачи документы проверяются на соответствии установленным законам требований к оформлению составу, выявляется наличие оснований для их возвращения. После проверки они направляются в территориальный орган регистрации прав по месту нахождения объекта недвижимости, который и проводит кадастровый учет и регистрацию прав на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора этого органа. Документы после проведения кадастрового учета и регистрации прав передаются для выдачи заявителю по месту их приема, в зависимости от способа, указанного в заявлении. Таким образом, возможность подать заявление документы по экстерриториальному принципу повышает удобство получения госуслуг Росреестра и исключает возможные финансовые затраты на дорогу в другой регион. А какие еще есть варианты для подачи заявления на государственную регистрацию прав? Сэкономить время на посещении офисов можно, обратившись в кадастровую палату за услугой по выездному обслуживанию. Специалисты кадастровой палаты привезут с собой необходимое оборудование и вместе удобным заказчику оформят подачу документов для кадастрового учета, регистрации прав, предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости, а также при необходимости доставят документы по итогам оказания госуслуг. Оформить заявку для получения услуги по выездному приему в городе Ульяновске можно по телефону 35 22 87 или 35 11 01. Кроме того, заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые документы можно подать в виде бумажного документа почтовым отправлением в орган регистрации прав. Почтовое отправление должно быть с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении. В данном случае подпись заявителя на заявление должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. И в нотариальном порядке удостоверена доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя. Сделка с объектом недвижимости также должна быть нотариально удостоверена. При этом необходимо иметь в виду, что в случае, если право возникает на основании нотариально-достоверенной сделки или иного совершенного нотариусом нотариального действия, совершить действие по подаче заявления о государственной регистрации прав может нотариус. С 1 февраля 2019 года вступил в силу федеральный закон, обязывающий нотариусов подавать документы на государственную регистрацию прав. Теперь нотариус обязан после удостоверения сделки с недвижимостью незамедлительно, не позднее окончания рабочего дня или в сроке, установленной сторонами в договоре, направить в электронном виде заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в Росреестр. Аналогичная обязанность возникает у нотариусов и после выдачи свидетельства о праве наследства о праве пережившего супруга. Если по каким-то причинам электронные каналы связи не работают и нотариус не имеет возможности передать документы в Росреестр в электронном виде, он обязан представить их в орган регистрации прав на бумаге в течение двух рабочих дней, то есть нотариус сам подает документы в МФЦ. Это исключает необходимость самостоятельного обращения для подачи документов на регистрацию прав, при условии, что эти документы оформлялись нотариально. Срок регистрации прав при направлении документов нотариусами в электронной форме составляет всего один рабочий день с момента поступления их в Росреестр. Поэтому обращение к нотариусу на сегодняшний день – это самый быстрый способ оформления прав на недвижимость. В случае же, если стороны сделки возражают против обращения нотариуса в орган регистрации прав, они самостоятельно направляют заявление, необходимое для регистрации прав и документы в Росреестр в установленном порядке. Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. В настоящее время по всей нашей стране проходит крупномасштабная акция – Всероссийский месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. А может ли музей как-то помочь в решении социальных проблем, вызванных распространением наркотической зависимости среди молодежи? Может ли музей сыграть свою роль в приобщении молодежи к здоровому образу жизни? Такими вопросами задались сотрудники Ульяновского областного краеведческого музея. О том, какое решение нашли сотрудники музея для того, чтобы активно включиться в деятельность по профилактике наркозависимости и по привлечению молодежи к здоровому образу жизни, рассказывает заведующая передвижными выставками Ульяновского областного краеведческого музея Светлана Никифорова. В Ульяновском областном краеведческом музее есть интерактивная передвижная выставка «Давай поговорим», которая посвящена проблемам наркомании и здоровому образу жизни. В настоящее время употребление наркотиков – одна из наиболее серьезных общественных проблем. К сожалению, в Ульяновской области обстановка в этом отношении неблагополучна. Очевидно, что одними карательными методами эту проблему решить нельзя. Нужна четко выстроенная система профилактики. Передвижная выставка музея стала одной из форм работы профилактической программы, объединившей усилия музея, органов здравоохранения и учебных заведений города и области. Выставка продумана до мелочей. В ее разработке принимали участие не только сотрудники музея, но и врачи областной клинической наркологической больницы, областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, специалисты Министерства молодежного развития, Министерства по физической культуре и спорту, Ульяновского государственного университета, Борца творчества молодежи и многих других общественных организаций. При подготовке проекта выставки активное участие приняли и школьники различных муниципальных образований области, приславшие в адрес авторов проекта свои рисунки на тему «Наркотикам нет», которые заняли достойное место на выставке. В материалах выставки предлагается в форме диалога двух подростков, один из которых допускает для себя возможность употребления наркотиков, а другой полностью отрицает. В доверительной интерактивной форме выставка предлагает детям взвесить все за и против употребления наркотиков. Без морализаторства, нотации, выставка рассказывает о непоправимом вреде этой напасти, разоблачает опасные мифы о наркотиках, такие как «Все в жизни надо попробовать», «Один раз не страшно», «Что токсикомания не наркомания», «Травка не наркотик», «Тяжелые легкие наркотики» и другие. Выставка заставляет задуматься и о том, что наркомания – это риск заражения различными инфекциями, такими как гепатит и СПИД. В работе выставки принимают участие дети различных возрастных групп от 11 до 17 лет. Учитывая возрастные особенности детей, экскурсии проводятся для учащихся средних классов. Эта возрастная категория детей достаточно доверчива и восприимчива, а следовательно, наиболее благоприятна для активной работы. Доверительный тон беседы вовлекает детей в активную дискуссию, в обсуждение проблем, связанных с наркоманией. Объем и содержание информации о наркотиках и психотропных веществах продуман и строго дозируется. Мы учитывали, что возрастание объема знаний о наркотиках зачастую может иметь обратный эффект – возбуждение интереса и приобщение к наркотическим веществам. Экскурсии по выставке представляют собой не монолог ведущего, а активный диалог взрослого с подростком. Дети задают много вопросов, спорят, рассуждают, сомневаются, не всегда соглашаются с позицией взрослых, но равнодушных в этих беседах не бывает. Особую сложность в работе вызывают учащиеся старших классов. Они более критичны к источникам информации. Самой высокой степенью доверия у них пользуются врачи-наркодиспансеры. Поэтому к работе выставки мы активно привлекаем специалистов наркологической больницы и центра СПИД. Разговор подростков с медиками, которые квалифицированно, без лишних эмоций, раскрывают всю глубину проблемы, дает самый максимальный эффект. Очень важно, что выставка «Давай поговорим» не только рассказывает о непоправимом вреде, который наркотики наносят организму, но и предлагает альтернативу, пропагандирует здоровый образ жизни. Ведь одной из причин приобщения подростка к негативным сторонам жизни является неумение правильно организовать свой досуг, неинформированность о тех организациях, куда можно пойти в свободное время, где может быть весело, интересно, где можно с пользой реализовать свои возможности и таланты. Именно этому посвящена вторая часть выставки. Яркие фотографии, рисунки, тексты с использованием молодежного сленга направляют детей в танцевальные ансамбли, спортивные секции, летние трудовые лагеря, экологические экспедиции и так далее. Все это отвлекает от улицы, предотвращает возможность негативного влияния улицы. Не случайно эта часть выставки вызывает у детей особый интерес и оживление. Многие записывают адреса и телефоны, просят дать дополнительную информацию о заинтересовавших их в сборческих прыжках, спортивных секциях и клубах. На базе выставки в музее проводятся различные молодежные акции, такие как «Живи сам» и «Дай жить другим. Наркомания – дело неличное», в которых принимают участие волонтеры регионального молодежного движения «Равный равному». с информационной палаткой «Проверь свои знания, повичь и получи приз». А также врачи Центра СПИД с демонстрацией видеофильмов, антинаркотической направленности и повышения толерантности к лицам, живущим с ЛИЧ. Выступают молодежные творческие коллективы с музыкальными и танцевальными программами. Во время акции «Учащиеся школ» и средних специальных учебных заведений студенты ульяновских вузов читают свои стихи, исполняют песни, принимают участие в различных конкурсах. За время работы выставка побывала во многих учебных заведениях города и области. Мобильность выставки позволяла демонстрировать ее в летних детских оздоровительных лагерях области, где дети вовлекались в активную дискуссию, участвовали в тренингах, помогающих осознать свои личные особенности и активизировать жизненную позицию. Мы надеемся, что передвижная выставка музея, пропагандирующая здоровый образ жизни, будет востребована подрастающим поколением региона, учителями, классными руководителями, социальными педагогами, всеми, кто работает с детьми. В период самоизоляции, вызванный распространением коронавирусной инфекции, многие семьи столкнулись с неожиданной проблемой. Не для всех оказалось комфортным проводить длительное время с близкими людьми в замкнутом пространстве. Возможно, свою роль сыграли и негативные новости, на которые не скупились в это время некоторые средства массовой информации и особенно интернет. Может быть, не стоит так сильно зацикливаться на проблемах и так близко к сердцу воспринимать поступающую негативную информацию? С таким вопросом я обращаюсь к заведующей отделением Ульяновского областного центра социально-психологической помощи семье и детям «Семья» Татьяне Туровской. Да, я тоже думаю, что в любом случае позитив – это то, что нам необходимо. И психологи в своих методах тоже активно используют. В том числе, например, есть такое направление «Позитивная терапия». И тогда это про то, что из всего можно и нужно извлечь что-то хорошее. Если мы говорим о семейных укладах, которые складывались в этот период, известные семьи, которые на пользу для себя использовали и используют вот этот период, есть люди, которые наконец-то как следует от души поговорили друг с другом, есть люди, которые сделали что-то в доме, дело, которое они давно пытались и планировали делать. Но это говорит о семье, которая имеет свой ресурс, которая уже имела планы. То есть есть у нас всё-таки более ресурсные семьи. Вот это то время, когда этот ресурс мог быть использован. И многие люди этим воспользовались именно вот в созидательном таком ключе. Что-то они сделали. С детьми поиграли многие, например, в те игры, которые постоянно откладывались. Некогда было поиграть. Наконец-то люди попробовали себя немножечко в новом амплуа. То есть если муж, например, давно уже не чувствовал себя поваром, он давно не готовил ничего. Наконец-то он приготовил какие-то блюда, и они стали пользоваться успехом в семье. И это, я думаю, закрепится. То есть очень важно, чтобы вот те традиции хорошие, позитивные, которые возникли во время карантина, чтобы они перенеслись и на тот период, когда уже всё будет хорошо, и люди бы не забывали о том, что было и хорошее в карантине, и надо это нести в следующую жизнь уже. И более отстранённо воспринимать негативную информацию. Конечно, поначалу очень многие были токсично заражены этой информацией. Слушались практически все новости, которые только там могли включаться по разным интернет-каналам, по телевизору. Сейчас уже люди, наверное, на уровне самосохранения, они уже поняли, что это не нужно делать. Поэтому быть в курсе, конечно, это очень важно. Понимать, что происходит в мире, это значит жить в реальности. Но бесконечно себя, скажем так, заводить и отравлять этой информацией точно не нужно. Поэтому надо, чтобы каналы были проверенные, надо, чтобы информация подавалась взвешенно, без истерии, как иногда средства массовой информации всё-таки любят делать, чтобы она принесла какой-то конструктив. Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». Я, журналист Евгений Слюняев, желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Всего вам самого доброго. А нашу утреннюю программу сейчас продолжит передача «Песни из любимых кинофильмов». Здравствуйте, у микрофона Николай Сенчев. Сейчас вы услышите такую идиллическую благостную песню середины прошлого века. Можно к этому произведению относиться иронически, но оно, как бы там ни было, отражает душевное настроение сельских людей того времени. Эта песня, как, впрочем, и другие лучшие советские песни, хороша ещё тем, что она внушает человеку быть лучше, чем он есть. Фильм «Дело было в Пенькове», где впервые прозвучала песня «От людей на деревне не спрятаться», поставлен по повести советского писателя Сергея Антонова и вышел на экраны в 1958 году. Напомню, что лучшие поэты и композиторы стремились писать для художественных кинокартин песни по одной простой причине. Через экран их музыкальное произведение сразу выходило на многомиллионного зрителя. И если песня удачная, это гарантировало безусловный успех. В фильме «Дело было в Пенькове» совместный творческий труд композитора Кирилла Молчанова и поэта Николая Доризо представлен двумя ставшими знаменитыми песнями. Это, как уже говорилось, от людей на деревне не спрятаться и огней так много золотых. Мы сегодня предложим послушать первую песню, а теперь несколько слов о самом фильме. Сюжет не оригинален. Любовь двух молодых людей, при этом страдает третья сторона – законная жена. Разумеется, это порождает сплетни, интриги, коварные замыслы. Но в итоге счастливый конец. Главный герой, отбыв уголовное наказание за анекдотический проступок, возвращается в родную деревню, где ждет его любимая женщина и подросший сын. Как видите, все просто. Но сделан фильм на высоком режиссерском и актерском уровне. И песни, прозвучавшие в фильме, незабываемы. Слушаем одну из них. От людей на деревне не спрятаться, Нет секретов в деревне у нас. Не сойтись, разойтись, не сосвататься В стороне от придирчивых глаз. Не сойтись, разойтись, не сосвататься В стороне от придирчивых глаз. Нынче в роще такая акустика, Уж такая у нас тишина. Скажешь слово любимою кустика, Речь твоя всей округе слышна. Речь твоя всей округе слышна, Над полями, садами, за пасекой, Не уйти от притирочивых глаз, Тем, кто держит свой камень за пазухой, Ох, и трудно в деревне у нас. Тем, кто держит свой камень за пазухой, Ох, и трудно в деревне у нас. Но не бойся тебя, не обидим мы, Не пугайся, земляк, земляка. Здесь держать можно двери открытыми, Что надёжней любого замка. Здесь держать можно двери открытыми, Что надёжней любого замка. Всего доброго, до новой встречи. Песни из любимых кинофильмов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова